Почему в бедном регионе политик живет богато? Живет явно не на свою зарплату, потому что он ворует. В Кабардино-Валкарии все происходит именно так. В республике глава парламента Татьяна Егорова ходит в вещах от кутюр, пока ее избиратели ищут вторую работу, чтобы прокормить семью. Но семьи Егоровой это не касается. Ее муж и дети сидят на очень прибыльных местах. Они управляют бюджетными миллионами. Они проникли в судебную систему и в криминальный мир. Сегодня поговорим об очень наглой депутатке, которая к реальному депутатству никакого отношения не имеет. Привет, меня зовут Анна Мендель, это канал Акценты. И сейчас вы узнаете, кто из семьи Егоровой раздает госконтракты нужным фирмам. А кто отмазывает от уголовных дел? Откуда депутатка берет миллионы на брендовую одежду? И почему она целыми днями занимается лишь своим внешним видом? Если поверят, я больше ничего не делаю. Татьяна Егорова уже 10 лет руководит парламентом республики. За это время он стал худшим региональным парламентом в стране. Независимые исследования показали, что депутатам плевать на проблему избирателей. Об этом мы поговорим чуть позже. Сейчас о самой Егоровой. До парламентской карьеры она работала обычной учительницей. И знаете, это тот самый случай, когда тетя дорвалась до больших денег и у нее снесло крышу. Егорова не знает о нормах приличия, о том, как строится политический имидж. Она, например, приходит на встречи с бедными избирателями в очень дорогих вещах, которые ей официально не по карману. Егорова всем своим видом показывает. Смотрите, сколько у меня денег, а у вас их нет. Откуда она их берет, тоже непонятно. Источники ее доходов вызывают вопросом. Вот смотрите, официально из бюджета она получает 2 миллиона в год. В месяц это 160 тысяч рублей. Для Кабардино-Балкарии это даже неплохо. Зарплата у спикерши в 5 раз больше, чем у обычного жителя республики. Причем именно простые люди, ее избиратели, и платят ей из своего кармана. Но если посмотреть хотя бы на гардероб Егоровой, то можно понять, что с ее декларацией что-то не так. Депутатка одевается не по своим доходам. Вот на этом фото она сидит в платье от Шанель. Причем это коллекция от Кутюр. Ее выпустили в 2019 году. Когда я увидела у нее это платье, я сначала не поверила, что депутатка одного из беднейших регионов России, где каждый шестой находится за чертой бедности, что она носит вещи от Хай Кутюр. Подумала, что это поделка, но потом присмотрелась к деталям. Обратите внимание на ткань, на бан, на пуговицы. Платье выглядит точь в точь, как на фото из показа. Точно такой же воротник, идентичные манжеты. Тут важно понимать, что Шанель работает в двух нишах. Это Хай Кутюр, то есть вещи с показов, и Прет-а-Порте, то есть люкс, который продается на сайте. Бренд не производит вещи даже миддл-класса, как, например, Версачи или Дольчен-Габана. Хай Кутюр — это эксклюзивные наряды. Их носят только избранные. Получить вещь с показа — это настоящая удача. Нельзя просто так прийти в бутик и купить платье от Кутюр. Их количество бывает ограничено одной моделью. Не каждая знаменитость может успеть купить такое платье. А спикер парламента Кабардино-Балкарии смогла. Звучит просто смешно. Егорова ходит в вещах от Кутюр по такому Нальчику. Гуляет по такой дороге и думает, как бы не испачкать платье Шанель. А ведь сама же может сделать город лучше. Но, правда, тогда на брендовые шмотки не хватит. Понятно, что платье стоит очень дорого. Но из-за того, что для широкого круга покупателей вещи от Кутюр недоступны, мы можем только примерно понять, за сколько его купила Егорова. Например, в винтажном магазине такое бу-платье стоит 700 тысяч рублей. Это четыре официальные зарплаты депутатки. Стали бы вы тратить четыре свои зарплаты на одно платье? Экономить на идеи, не платить коммуналку ради одной тряпки. А таких вещей у Егоровой очень много. И мы обязательно вам их покажем. Конечно, неразумно спускать все деньги на одежду. И тут получается два варианта. Либо Егорова ничего не ест, ходит пешком и живет в картонной коробке, чтобы быть самой модной в Нальчике. Либо она зарабатывает намного больше, чем написано в декларации. Татьяна Егорова делает вид, что ей не плевать на избирателей. Она постоянно говорит о том, как для нее важны проблемы простых людей. Возможность более тесного общения с нашими избирателями, это очень важно. Это совершенно не важно для Егоровой. Ее работа сводится к тому, чтобы попозировать перед информационной обслугой в новых шмотках. С людьми ей общаться некогда. Ее парламент в этом году стал худшим в России по открытости своей работы. То есть диалога между избирателями и депутатами нет. В исследовании работу депутатов оценивали по самым очевидным критериям. Например, человек хочет обратиться со своей проблемой. Открывает сайт парламента. Видит официальный номер телефона и звонит по нему. А там никто не берет трубку. Звонит на следующий день. Тоже игнор. И так в Кабардино-Балкарии ни разу не ответили в течение всего эксперимента. Не ответили не только на звонок, но и на письменное обращение. Егорова, наверное, очень занята шопингом в ЦУМе. По телефону связаться не получилось. Но может избиратели хотя бы в соцсетях смогут достучаться до своих избранников? Тоже нет. Паблик ВК выглядит так. Его создали больше года назад и за это время не опубликовали ни одной новости о том, чем занимаются Татьяна Егорова и ее депутаты, которые сидят на бюджетной зарплате. Зато у них есть телеграм-канал, куда тоннами сгружают удачные фото Егоровой. Смотрите, два человека даже сердечки поставили. Видимо, сама Егорова и глава пресс-службы. Можно было бы еще комментарий написать, как Егорова сегодня красиво оделась. Или хотя бы тут спросить, когда дороги в республике починят. Но комментарии закрыты. Общаться с народом депутаты не собираются. Эпоху коммуникационных технологий и деятельность нашего парламента максимально прозрачна. Ну да, а еще вы очень много работаете и помогаете своим избирателям. Только мы об этом нигде не узнаем. Давайте хотя бы на сайте парламента посмотрим, что же делает Егорова с депутатами целыми днями. Последние новости выглядят интригующе. Парламентарии совершили восхождение на одну из вершин скалистого хребта. Новость бомба, если честно. Депутатов и сотрудников аппарата согнали на одну из вершин горы Акая, а потом скинули. Ладно, не скинули их. Короче, новость о том, что они забрались на вершину. И все. Причем Егорова туда даже не пошла. Она ждала их внизу, чтобы потом вместе пофоткаться. Ладно, нам же нужно посмотреть, что делает именно она. Что-то значимое для республики. Что у нас там еще из новостей? В Нальчике устроили велопробег. Классно, но при чем здесь депутаты? А нет, смотрите, этот велопробег посвящен юбилею парламента. Милый праздник, но Егорова тоже решила в нем не участвовать. Она просто не пришла. Наверное, не было подходящего спортивного костюма. А этот костюм от Эскада было жалко портить на велосипеде. Все-таки он дорого стоит. Бомбер 58 тысяч, а брюки 26. Итого на спортивный костюм ушло 84 тысячи. И опять же, всматриваясь в детали, можно понять, что это точно такой же костюм. Егорова очень любит бренд Эскада. Вот она поздравляет жителей республики в жакете от Эскада. Этот розовый жакет по скидке стоит почти 90 тысяч. Видите, такие же рукава, только она расстегнула все пуговицы. И воротник такой же, только депутатка отстегнула брошь и какой-то ремень надела. Так, мы отвлеклись. Нам же нужны были нормальные новости о работе председателя парламента. Должны же мы знать, за что ей деньги платят. А вот же, Татьяна Егорова соизволила поздравить с праздником работников сельского хозяйства. Депутатка заявилась в костюме от итальянского модного бренда и сказала пару общих фраз. Ее жакет от Пинка стоит 39 тысяч, а юбка 36. Жаккардовый костюм обошелся Егоровой в 75 тысяч рублей. Это две средние зарплаты людей, которые слушают ее со сцены. Отношение к людям доброта, только и всего. Что еще Егорова делает за 160 тысяч в месяц? Вот на сайте новость о том, что депутатка провела прием граждан в жакете от Бальма. Он стоит 400 тысяч рублей. Это почти три ее официальные зарплаты. Как-то дороговато для нее. Но мы уже знаем, что большие деньги, которых в декларации нет, постоянно уходят на дорогие бренды. При всем при этом Егорова реально не понимает, насколько тупо надевать вещь от французского дома высокой моды на встречу со своими избирателями, людьми, которые работают за копейки, надеются хоть на чью-то помощь, а она приходит на встречу в жакете, который стоит как весь годовой доход простого жителя республики. Ей настолько плевать на происходящее, что пресс-секретарю даже написать о приеме граждан было нечего. В этой новости четыре предложения. Там про никому не нужное восхождение депутатов на гору в пять раз больше написали. А тут председатель парламента целых три часа проводила прием граждан. Это одна из важнейших составляющих ее работы. И что? Всем обратившимся даны разъяснения. Какие? Что чаще, чем раз в месяц и то на три часа обнаглевшую модницу нельзя беспокоить своими проблемами, а то переутомиться от общения с челядью? Если поверят, я больше ничего не делаю. Попытки Егоровой быть ближе к народу выглядят нелепо и смешно. Вот на какой-то встрече, посвященной коммунизму, она решила нацепить пионерский галстук, потому что остальные тоже так сделали. Она надела этот галстук на жакет от Бальма. Он стоит 400 тысяч рублей. Спасибо, что не в Шанель пришла. А то бы все не поняли, какая простая женщина руководит парламентом. Всего мы нашли у нее брендовые одежды на 2 миллиона рублей. Я напомню, что это ее годовой доход. И это только небольшая часть ее гардероба. Егорова буквально на каждое заседание приходит в новом образе, в разных драгоценностях и туфлях. Умножьте эту сумму раз в 10. Вы понимаете, насколько тупо это выглядит? У человека нет понимания, что можно делать, а что нельзя. У Егоровой нет никакого политического имиджа. Она неумело копирует поведение известных личностей, даже не понимая, зачем они так себя ведут. Вот, например, Мелания Трамп. Она очень нравится депутатке. Егорова часто повторяет ее образы. Вот спикерша купила себе такой же костюм от Карла Лагерфельда. В этом костюме жена миллиардера встречала премьер-министра Израиля. Это органично выглядело и для уровня мероприятия, и для статуса женщины, чей муж заработал миллиарды в бизнесе и заплатил с них налоги. А Егорова приперлась в этом костюме поздравлять врачей с Днем Медработника. Людей, которые вкалывают за 25 тысяч, чтобы не умереть от голода. Мелания, в отличие от провинциальной депутатки, знала, что и куда уместно надевать. В детский приют жена президента надела куртку от Зара, обычную вещь из масс-маркета. Но Егорова не понимает, что абсолютно нелепо выряжаться в брендовые вещи на встрече с простыми людьми. Тем более, когда у тебя нет мужа-миллиардера. Ее муж, кстати, тоже чиновник. Александр Хашхожев работает заместителем руководителя администрации главы республики. И зарабатывает чуть больше, чем Егорова. То есть муж работает в администрации, а жена в парламенте. В ее задачи в том числе входит контроль исполнительной власти. К примеру, Минфин составил бюджет. И перед тем, как он станет официальным документом, депутаты должны все проверить. Если что-то будет не так, то они имеют право заставить министерство переделать документы. Так происходит с любым отчетом о работе. Если есть какие-то реальные недочеты у чиновников, депутаты по закону могут не принять отчет. Понятно, что в реальности всем все равно. Большинство даже не читает документы перед заседанием. Но в адекватном мире парламент выполняет надзорную функцию. Получается, что в работе Егоровой и ее мужа есть конфликт интересов. Но в Кабардино-Балкарии, видимо, другие законы. Спасибо, что ради приличия хоть фамилию сменила. Кстати, смена ее фамилии выглядит очень странно. Будучи замужем, Егорова вернула свою девичью фамилию. Видите, в старом интервью, из которого мы узнали должность и имя ее мужа, у нее другая фамилия. Ее депутатка сменила перед тем, как стать председателем Думы. При этом она не разводилась. В декларацию у нее до сих пор указан супруг. Вероятно, она сделала это для того, чтобы одинаковые фамилии ее мужа и ее детей не мелькали постоянно в СМИ. Ведь ее дети тоже сидят на приглядых местах. Из того же интервью мы узнали, что у нее четверо детей. Мурат, Роман, Борис и Ляна. Хашхожев Мурат Александрович раньше руководил управлением по реформированию жилищного хозяйства в мэрии Найчика. После он стал замглавы департамента жилищной политики. С такими родителями понятно, как он туда попал. Клановать в республике давно стало нормой. Там глава свое место от отца по наследству получил. Кстати, до того, как Мурат стал чиновником, он был директором фирмы по вывозу мусора «Эколог Плюс». Эта фирма работала по госконтрактам с больницами и поликлиниками республики. Ей из бюджета заплатили больше 18 миллионов. Вот так сначала Мурат узнал, как зарабатывать на госконтрактах, а потом пошел работать чиновником, чтобы уже раздавать их кому нужно. Еще Мурат засветился в базе криминальных лиц. Тип учета 584. Это может означать такие категории преступлений, как грабеж, мошенничество или нападение на полицейского. Что именно сделал Мурат, мы не знаем, но на политическую карьеру его мамы это вряд ли хорошо повлияло. Бы. Если бы это происходило не в Кабардино-Балкарии. И если бы его брат Хашхожев Роман Александрович не был бы судьей. Он мировой судья судебного участка номер 14. Удобно родители устроили своих детей. Один присосался к бюджету, другой вынесет нужный приговор, если что. Мама с папой могут спать спокойно, пока везде есть связи. Ни у кого не возникнут вопросы ни о конфликте интересов, ни о том, откуда председатель парламента берет деньги на элитные вещи. Почему ей глубоко плевать на ее избирателей и почему она целыми днями выбирает себе новые луки. Я больше ничего не делаю. И эта женщина представляет народ. Жители бедной республики, по идее, выбрали ее, чтобы она улучшила их жизнь. А Егорова улучшает только свою. Ей интересен только комфорт своей семьи. И каждый раз, надевая дорогую шмотку, она показывает, насколько ей плевать на избирателей. И насколько она далека от их проблем. Это очень важно. На сегодня все. С вами была Анна Мензель, канал Акценты. Спасибо за вашу поддержку. Мы обязательно продолжим рассказывать о наглости и коррупции чиновников. Если у вас есть какая-то информация, присылайте все на почту. Увидимся в новом видео.